Каждый человек решает в раннем возрасте, как он будет жить и как он умрет. Эрик Бёрн Как же она тебе нравится? Эти ямочки в уголках рта, эти чертики в глазах, выпускаемые на волю при каждой улыбке. Это невесомое движение, которым она откидывает волосы с олба, то, как она смеется с тобой и над тобой, когда ты еще ждал ее на площади, она подкралась сзади, и ты до неприличия резко вздрогнул. Правда, она тебе кого-то напоминает, ведь так, возможно, твою неудавшуюся школьную любовь. Хотя, почему неудавшуюся? Настоящая любовь не обязана быть взаимной, кто-то скажет, что даже наоборот. Но к чему вспоминать эти истории с грустным концом, когда сейчас перед вами такое прекрасное начало? Вы идете по шуршащей, незнакомой тебе улице, но вот странное ощущение, будто бы ты тут уже когда-то был. И ты с точностью знаешь, что вон за тем углом будет потрескавшаяся арка, ведущая в крошечный дворик, где еще ветер складывает из листьев неведомые символы, разбирать которые нет никакого смысла, ведь ты и так прекрасно знаешь, о чем этот день и что он тебе пытается сказать. Целуй ее, идиот! И почему начало должно обязательно перетекать в конец? В этот раз все будет по-другому. Нет, это не может пройти. Спасибо за вечер. Я уже соскучилась. Ты забыла у меня свой дурацкий шарф. Я все эти фильмы про супергероев терпеть не могу, но с тобой хоть на край света. У меня все уехали на выходные. Приедешь? Ты что, ревнуешь? Встретишь меня? Купи молока и чего-нибудь сладенького. Возьми, пожалуйста, друг. Это глупо, мне кроме тебя никто не нужен. Сначала успокойся, а потом поговори. Я так больше не могу. Пожалуйста, не звони. Я не хочу тебя больше видеть. И ты не понимаешь, в какой момент вы свернули не туда. Где точка, после которой все пошло под откос. И доскрежет в зубах. Ты мечтаешь вернуться в начало, чтобы заметить первые приметы надрыва и не дать ему произойти. Но, как известно... Никто никогда не вернется в 2007 год. Нет, давай, пожалуйста, вернемся в начало. Нет, ты не понял. В самое начало. Большой взрыв. Именно он на сегодняшний день является главенствующей версией возникновения начала развития Вселенной. Около 14 миллиардов лет назад посреди ничто, хрен пойми, откуда образовался крошечный комок невероятного объема энергии. Конечно, настолько плотное скопление энергии жаждало разрядки и бросилось разрастаться во все стороны, формируя наш необъятный космос. Так Вселенная продолжает расширяться и по сей день, и делает это все быстрее и быстрее. Теория Большого Взрыва отлично согласуется с наблюдениями и поддерживается подавляющей частью космологов. Однако не обошлось и без нескольких но. Например, она обходит стороной вопрос, а с какого рожна ничто порождает что-то. Формулирую иначе, откуда возникла эта точка с бесконечно высокими плотностью температуры, из которой потом хлынула вся Вселенная? Что было до нее? Однако, существует гипотеза альтернативная Большому Взрыву, которая снимает этот вопрос. Называется она Большим Отскоком. Да, она тоже не лишена белых пятен, но в последние годы завоевывает все больше сторонников в рядах научного сообщества. В ее центре идея о цикличности Вселенной. О том, что после периода расширения, в какой-то момент Вселенная все-таки обратит свой ход вспять. Ткань пространства-времени начнет сжиматься, и галактики, до того дня убегавшие от нас, начнут приближаться и крупнеть в окулярах телескопов. И в конце концов, Вселенная сожмется в первоначальную точку, однако не сможет стабильно пребывать в этом состоянии, и звонко отпружинит обратно. И расширение Вселенной повторится снова. И так, цикл за циклом, Вселенная будет то расширяться, то сжиматься, то производя на свет звезды и галактики, то вновь коллапсируя их. И если Вселенная находится в этом состоянии вечно, то всякий большой взрыв предверял бы не какое-то там загадочное ничто, а просто предыдущий цикл. И велик соблазн подумать, что же получается. Если гипотеза верна, и в следующем цикле из тех же самых начальных условий все повторится в точности, как в этом, вплоть до сегодняшнего дня, и та шуршащая улица, и рука, отбрасывающая волосы, солба. И в следующем выпуске Вселенной в такой же прекрасный день, как сегодня, мне также суждено сидеть и таращиться в экран. Вот здорово-то. Не совсем. Никто не отменяет случайность, квантовую неопределенность, незначительное отклонение в начальных условиях, которые приведут к грандиозным расхождениям в обликах двух вселенных. В следующей серии может не возникнуть ни тебя, ни меня, ни нашей галактики, ни этих чудесных глазированных сырков, ни какой-либо жизни вообще. Но, если таких циклов бесконечное множество, это означает, что все, что только может произойти, произойдет. И ты, в той же самой футболке, в том же самом настроении, что и сейчас, когда-нибудь снова будешь вот так вот сидеть и смотреть это видео. И знаешь, что самое пикантное? Если Вселенная в ее циклах бесконечна, это будет происходить бесконечное количество раз. Ты будешь смотреть это видео вечно. И вот вопрос, на который должен ответить каждый. Если бы ты знал, что жизнь, которую ты проживаешь сейчас, будет записана на некую вселенскую пленку, чтобы воспроизводиться тебе снова и снова в том же самом порядке, во всех тех же подробностях бесконечное количество раз, попытался бы ты сейчас что-нибудь изменить в ней? В трудах Ницше эта идея получила название «Вечного Возвращения». Сам философ иллюстрирует ее следующим мысленным экспериментом. Что если в один прекрасный день или вечер демон украдет твое самое одинокое одиночество и скажет тебе? Жизнь, которой ты сейчас живешь, будет повторяться снова и снова бесчисленное множество раз. В ней не будет ничего нового. Каждая боль и каждая радость, каждая мысль и каждый вздох, все невыразимо малое и великое в твоей жизни будет возвращаться к тебе в том же порядке. И в той же последовательности даже этот паук и этот лунный свет, пробивающийся сквозь деревья, и даже этот момент и я сам. Вот если так, то рад ли ты тому, что тебе предстоит проживать свою жизнь еще не то чтобы много раз, а бесконечное множество раз? Да или нет? Этот вопрос служит великолепной лакмусовой бумажкой для проверки степени твоей удовлетворенности жизнью. Если ты не задумываясь брякнул, да, то тебе можно позавидовать, видимо, ты счастливый человек и живешь по велению сердца. Да, и ты только что дал демону согласие, что слишком опрометчиво, вспомнил те несколько чудовищных часов, затекшие челюстью в кресле стоматолога и больше не хочешь их повторять? Извини, уже поздно. А если ты ответил нет, это весьма красноречивый сигнал, что ты живешь не своей жизнью, и выборы, которые ты делаешь, в действительности не твои. Они или навязаны извне, или определены твоими прошлыми решениями. Как будто ты когда-то ошибся с поворотами и въехал на трассу, которая ведет тебя совсем не туда, куда тебе нужно. Но на ней нет ни съездов, ни мест для разворота, и ты вынужден ехать все дальше, и дальше, и дальше. Я бы на твоем месте не слишком бы уповал на то, что ты просто умрешь и так легко отделаешься от своей ненавистной работы и мегеры жены, и постарался бы хотя бы остаток жизни организовать таким образом, чтобы сделать ее сносной на случай, если тебе сюда еще возвращаться. А возможности для изменений могут быть как здесь, так и там. Для наших рекламных интеграций, чтобы предельно себе упростить задачу, я стараюсь выбирать продукты, которые не особо-то и нуждаются в рекламе. Ведь, например, мне не нужно распинаться и расписывать вам преимущества получения образования в Европе. При желании вы сами можете мне о них рассказать. Мое дело маленькое, просто поделиться с вами самой возможностью. Возможностью получения бесплатного высшего образования в Чехии. Фишка в том, что в Чехии почти все иностранные студенты учатся бесплатно. Все, что требуется от вас, это выучить чешский на уровень B2 и успешно сдать вступительные экзамены. И в этом вам готов помочь учебный центр GoStudy. Сейчас в GoStudy стартует новая программа полностью дистанционных курсов чешского языка. Программа гарантирует стопроцентное поступление в чешский вуз при условии отличной посещаемости, выполнении домашних заданий и подаче заявления на поступление в вузы. Обучение проходит онлайн в удобное для вас время, что позволяет совмещать курсы чешского с учебой или работой, а также значительно экономить на стоимости очных годовых программ и сопряженных с ними расходах. Все удовольствие стоит от 99 евро в месяц. В пересчете на час обучения вы получаете самую низкую стоимость на рынке – 3 евро за час изучения языка с носителем. Курс рассчитан на 9 месяцев. Старт программы 1 октября. Узнать все подробности и записаться на еженедельный бесплатный урок можно по ссылке в описании к этому видео. Переходите по ссылке и открывайте для себя новые возможности. Но если посмертное возвращение – лишь плод фантазии престарелого философа, то прижизненное вполне реально. Ведь для того, чтобы переродиться в тот же сценарий и те же обстоятельства, совсем не обязательно умирать. По крайней мере, за правду. И это я сейчас тебе докажу. Карма – понятие из восточной философии, которое мы неправильно понимаем. Для нас, детей западной цивилизации, это приблизительно то же самое, что христианское воздаяние. Сделал доброе дело и некое трансценди... Трансцен... Транс... Блять... Кто такие тексты пишет? Трансцендентная сила в умилении одаривает тебя ништяками. А вот если согрешил – жди леща. Получается, для нас карма – это некий верховный нравственный регулятор, выражающий себя в отклике на наши действия. Но на деле все совсем не так. Слово «карма» в санскрите означает «действия». То есть карма – это и есть наши действия, поступки, решения, а не реакция на них Бога, Вселенной или кого-нибудь там еще. И уже карма, наши поступки, как это обычно бывает, приводит к каким-то определенным жизненным последствиям, в том числе к необходимости совершать какие-нибудь дальнейшие действия, чтобы расхлебать все то, что ты наворотил. Например, ты похвастался перед девушкой, что у тебя уровень английского, скажем, С2 или С3 или С4, ну, в общем, где-то между ректором Оксфорда и Шекспиром. Ну, приукрасил немножко свою четверку по инглише в седьмом классе. С кем не бывает. Это мы назовем условно действием номер один. И теперь, когда она, очаровательно похлопав глазками, просит тебя помочь ей с рефератом на английском, ты вынужден согласиться, потому что в противном случае тебя выведут на чистую воду. Это уже действие номер два. И теперь ты как оголтелый бегаешь и ищешь лингвиста, чтобы перепоручить ему эту задачу. Это уже действие номер три. И так эта цепочка действий может продолжаться без преувеличения до конца твоей жизни. В итоге все узнают о том, что ты солгал, и слух об этом позоре разнесется по всему белу свету. И ты так и умрешь одиноким стариком со скудным уровнем английского. Так и подмывает назвать эту историю примером плохой кармы. Что не совсем правильно. Просто главный прикол, что с точки зрения буддизма любая карма нежелательна. Потому что так или иначе затягивает нас в гонку за миражами. И именно эта гонка приводит в движение колесо сансары. Сансара переводится как блуждание или странствование и обозначает круговорот перерождений. Индуисты и некоторые буддисты понимают круговорот перерождений буквально и верят, что в конце жизни их ожидает переселение души. При этом, если набрать неудовлетворительную карму, можно загреметь в мир животных, голодных духов и даже адских существ. Более научно продвинутой версии, на этой версии мы остановимся подробнее, гласит, что никакого загробного бодрствования может и не быть. Тем более, как заявил сам Будда в одном из своих интервью еще за много-много столетий до современных нейрофизиологов и прочих когнитивистов, у человека отсутствует какая-либо постоянная самость или психический центр. Поэтому не стоит рассчитывать, что даже если перерождение все-таки состоится, ты останешься собой хотя бы внутренне, несмотря на досадное тело ежика снаружи. По этой версии, перерождение происходит не из жизни в жизнь, а, внимание, из момента в момент, из одного психического состояния в другое. Потому что твое «Я» — это не непрерывная линия, пронизывающая всю твою жизнь от рождения к смерти, а скорее пунктир, вернее даже короткая черточка вереницы других черточек, каждая из которых — это твое отождествление со своим эго в отдельно взятый момент. Первое рождение в рамках одного дня происходит при пробуждении. В это мгновение ты вспоминаешь, кем ты являешься, и срастаешься со своим эго, ролью, которую ты привык играть, состоящую из различных стремлений, планов, страхов, убеждений, предыдущих решений, воспоминаний, привычек, эмоций и так далее. Всем тем, что ты привык считать собой. Этот багаж толкает тебя к каким-то определенным действиям. Ну, наверное, первым делом ты хватаешься за телефон. Потом ты на мгновение выпадаешь, погружаешься в чтение, медитацию, игру на музыкальном инструменте, ковыряешься в носу, залипаешь на бегущую навстречу разделительную полосу, и забываешь себя, а твое «я» рассыпается. В эту секунду оно умирает, чтобы через мгновение снова возродиться из кармы по чертежам, оставленным твоим предыдущим «я». Карма, весь груз твоих предыдущих действий, ежесекундно создает твою обусловленную ролевую функцию, в которой ты постоянно должен куда-то бежать, потому что кому-то что-то должен, чего-то вечно хочешь, потому что когда-то решил для себя, что это твоя пренепременнейшая цель, находишься в каком-то настроении, потому что выбрал находиться в таком настроении. По большому счету, ты и есть, твоя карма, твои действия и выборы, и если бы ты сумел перестать плодить карму, то твое семиминутное «я» перестал бы перерождаться, и ты бы разомкнул сансару. А там, где заканчивается сансара, наступает нирвана. И снова наш западный ум, пытаясь ухватиться за что-то знакомое, предлагает аналогию. Ну, это такой рай, да? Ангелочки там, облачка? Нет. Нирвана – это не место, это состояние ума, которое возникает естественным образом, когда заканчиваются желания и стремления. Ведь, как считает буддизм, любое желание ведет только к большей жажде и внутреннему зуду, потому что желания по своей природе фундаментально неутолимы. Их реализация может лишь на секунду подарить короткое удовлетворение, за которым следует новый импульс. Новое желание еще больше и еще интенсивнее. Каждое действие обуславливает новое действие. Обретение контроля над одной вещью вынуждает контролировать еще несколько новых. Самый банальный пример уж, извините, деньги. Возможно, в стране, где прожиточный минимум не дотягивает до 160 долларов, это не самый резонирующий пример, но все-таки. Чем больше ты их получаешь, тем выше становятся твои потребности, тем еще больше тебе нужно денег, чтобы удовлетворить эти новые подросшие потребности. В прошлом ты прекрасно обходился троллейбусом, а теперь зачем ты берешь в кредит поддержанный автомобиль, даже если он тебе не особо нужен. И теперь тебе требуется еще больше денег, еще больше работать, еще быстрее бежать. И кресос Сансары делает новый оборот. Но как можно ни к чему не стремиться? Что ж теперь всем уходить в леса и жить там с медведем в берлоге, боясь пошевелиться, чтобы случайно не породить карму и не разбудить медведя? Скажите, а это точно нирвана? Нет. Нирвана не обязательно означает полное отстранение от жизни. Человек может продолжать жить в обществе, двигаться по карьерной лестнице, заводить отношения, мечтать и откладывать деньги. Просто теперь он перестает быть зажатым в свое эго, равняться своим желаниям, привязанностям, установкам, обидам. Теперь он может в любой момент разомкнуть цепочку действий, если они лишь эхо его прошлых решений и никуда не ведут. Мы привыкли думать о себе как о продукте своего прошлого. Но это представление в корне противоестественное, ведь инверсионный след от самолета не является создателем самолета. Так почему твой след должен создавать тебя? Если ты вышел из сансары, то отныне твое прошлое перестает порождать тебя. И ты из текущего момента прямо здесь и сейчас определяешь, какой след ты оставишь за собой. Возвращаясь к примеру с деньгами и потребностями, теперь ты получаешь возможность остановиться, чтобы просто порадоваться тому, что уже имеешь, а не бесконечно захлебываться в гонке за все новыми улучшениями и символами достатка. Твои желания перестают быть твоими погонщиками. Но пока ты в сансаре, в цикле, где ты являешься заложником своих предыдущих действий и решений, которые толкают тебя все дальше и дальше, по порядку, сквозь все те же надежды, желания и разочарования, приводя в самое начало последовательности, чтобы повторить ее снова. Я уже говорил тебе, что такое безумие. Безумие – это точное повторение одного и того же действия раз за разом. В надежде на изменения. Это и есть безумие. Посмотри, возможно, это про тебя. Твои романтические отношения могут начинаться сколь угодно счастливые и многообещающие, но в конечном счете ты приходишь к одной и той же развязке с похожими обстоятельствами разрыва. Тебя или почему-то внезапно бросают, или тебе изменяют, или вообще начинают в открытую эксплуатировать. И тогда ты думаешь, черт, да что ж мне так везет на всяких козлов. Ну, или стерв. Или когда на работе на тебя кто-то переваливает обязанности, которые ты не должен и не хочешь выполнять. Но вместо того, чтобы сказать им, шли бы вы нахрен, я это делать не буду, ты натягиваешь улыбку и зачем-то соглашаешься. Потом грызешь себя за слабохарактерность и слюнчайство, а через неделю, когда снова попросят, соглашаешься опять. Короче говоря, если раз за разом ты обнаруживаешь себя в похожих ситуациях с повторяющимися паттернами, и в эти ситуации, даже несмотря на сопровождающие их чувства неудовлетворенности, разочарования или собственной ничтожности, ты не можешь не вляпываться. Вероятно, это твой, на языке транзактного анализа, жизненный сценарий. Некоторая последовательность одних и тех же действий и решений, которые, вот удивление, приводят тебя к одному и тому же результату. Но ты почему-то продолжаешь в том же духе, как сказала бы моя бабушка, хоть кол на голове тиши. Транзактный анализ, в который мы сейчас с вами слегка погрузимся, это такая психологическая модель человеческого поведения, предложена американским психологом и психиатром Эриком Берном. И если это погружение вам понравится, обязательно напишите об этом в комментариях. И тогда в одном из следующих выпусков мы еще с вами обязательно вернемся на территорию транзактного анализа и поговорим про игры, в которые играют люди. С самого начала у меня была какая-то тактика, и я ее придерживался. Сценарий в транзактном анализе – это и есть твоя жизненная тактика, способ структурировать эту непредсказуемую, зачастую неприветливую реальность, разложить ситуации на алгоритм действий, которые будут приводить к одному и тому же ожидаемому, ну пусть иногда и неблагоприятному результату. В сценарии самом по себе нет ничего плохого, просто вся проблема в том, что его, как правило, пишет ребенок. Ранимый, неопытный, напуганный, какой-нибудь маленький Ваня, который вот только что столкнулся с проявлением этой неприветливой реальности и теперь пытается ее как-то для себя осмыслить и примирить себя с ней, когда он то и дело слышит от родителей, а тебя никто не спрашивал, я последняя буква в алфавите, и наоборот совсем не слышит, а как у тебя день прошел, а почему ты расстроен? И тогда перед Ваней возникает дилемма, либо принять, что его родители не дорожат его чувствами, его мнением и вообще как-то не слишком его любят, что, согласитесь, для ребенка ощутимый удар, либо найти другое, какое-то менее конфликтогенное объяснение, например, что его мнение и жизнь малоинтересны вообще кому-либо. Получается, что проблема не в родителях, как такое вообще можно предположить, а в нем. Обычно дети, да и подростки склонны генерализировать опыт, то есть на основе частных случаев формулировать для себя общие правила. Поэтому теперь он делает вывод, что в каждой аналогичной ситуации в будущем ему стоит исходить из предпосылки, что его мнения и чувства никого не волнуют и не озвучивать их. Так, в возрослом возрасте Иван идет на поводу у начальства, и коллег не решается отстаивать свое мнение, ставит свои интересы в самый конец, ведь я последняя буква в алфавите, и вообще его никто не спрашивал. В эти ответственные секунды, когда его подмывает встать и сказать, что а вот он вот так видит эту ситуацию, и по его мнению нужно поступить так-то и так-то, а вы, Марина Геннадьевна, лучше бы вообще помолчали, ей-богу, слушать тошно. Его внутренний ребенок, предвидя неименуемую катастрофу, в ужасе перехватывает управление и жмет на приборной панели затертую кнопку промолчать, потому что именно эта тактика не раз его выручала в детстве, да и в более поздние годы, когда он так поступал, на него не ругались, его не высмеивали. Да, это снова приведет к сверлящему недовольству собой, но зато поможет уберечься от куда более страшных последствий. Транзактный анализ имеет нечто общее с психоанализом, а именно допущение, что многие взрослые проблемы уходят корнями в детство. Правда, транзактный анализ не останавливается на этом и добавляет, что сценарии формируются не только в ранние годы, но и в подростковом возрасте, когда столько всего случается впервые. Например, мы пробуем себя в роли партнеров в романтических отношениях, а также, по мнению некоторых транзактных аналитиков, и еще позже, уже во взрослом состоянии. К тому же, даже самые первые сценарии продолжают укрепляться в течение всей дальнейшей жизни. Ваня после очередного эпизода, когда мог высказаться, но смолчал, еще раз убеждается, что все прекрасно обходятся и без его мнения. Лиза, которую никто не приглашает на второе свидание, делает все возможное, чтобы его не состоялось. Ведет себя холодно и отстраненно на первом свидании, чтобы выглядело, что ей и самой какое-либо продолжение не очень-то нужно. Игнорирует знаки внимания, не отвечает на ухаживание и получает, как всегда, один и тот же результат, еще сильнее подтачивающий ее самомнение. Карма порождает карму. Колесо сансары делает новый оборот. Проигрывание сценария сопровождается выборочным принятием информации извне, только той ее части, что подтверждает наши убеждения. То есть сценарий буквально формирует наше мировосприятие, выступает в качестве оптического прибора, выхватывающего для нас лишь узкий клочок окружающей действительности. Потому что если ситуация будет рассмотрена объективно и с позиции взрослого, а не боящейся быть отвергнутой девочке, то Лиза увидит десятки подтверждений, что с ней все нормально, что она так же, как ее подруги, заслуживает счастливые отношения, ею интересуются, ее воспринимают всерьез, и тогда сценарий рассыплется и перестанет определять ее поступки. Но опять же, без сценария мир воспринимается чересчур хаотичным и опасным, поэтому защитные механизмы исправно отсекают от нас неугодную часть реальности. И если и есть способ ухватить сценарий и понять, что выборы, которые ты делаешь, вынуждены и обусловлены твоим предыдущим опытом, то это как раз тот самый способ, который по странному стечению обстоятельств предлагает и буддизм. И это то, о чем я говорю, наверное, уже в каждом выпуске. Пора переименовывать канал Осознанность. Все предельно просто. Если ты научишься замечать момент, когда в тебе вспыхивает новый импульс, то у тебя появится выбор. Либо идти у него на поводу, либо не идти у него на поводу, не подчиняться ему. И ты станешь хозяином ситуации. А если же ты прозеваешь момент, то тогда этот импульс завладеет тобой, притворится тобой, станет неотделим от себя. Ты весь превратишься в это побуждение. Оно захлестнет тебя с головой, приводя шестеренки твоего сценария в движение. И чтобы научиться Осознанности, ее нужно тренировать, как тренируют мышцы в спортзале. Безоценочно, как бесстрастный исследователь, наблюдать за возникающими мыслями, реакциями на ситуации, вспыхивающими побуждениями. Затем, как твое здесь и сейчас, твое настоящее, твоя очередная вселенная распускается перед тобой с пустоты. И будь ты внимательнее, ты бы наверняка успел поймать за руку этого внутреннего ребенка, который уже тянется к большой красной кнопке, и объяснить ему, что вещи, которые работали, защищали нас в прошлом, больше не релевантны. И да, малыш, тогда ты все придумал очень здорово и умно. И действительно, наши капризы в детстве помогали нам получить от мамы чуточку больше внимания и удержать ее рядом чуточку дольше. Но это совсем не означает, что теперь, когда ты взрослый, это по-прежнему единственный способ сохранить отношения с дорогими тебе людьми. И сцены ревности, которые ты закатываешь из отношений в отношения, только делают хуже, только плодят. От непонимания и обиды только способствуют тому, что однажды она не выдержит и оставит тебя. И то, чего ты боялся больше всего на свете, все-таки произойдет. И ты со мной согласен на 100%, ведь отношения должны строиться на доверии. Это же прописная истина, которую ты так часто слышал, и с которой невозможно не согласиться. И в этот раз ты поступишь обязательно, поступишь по-другому. И выберешься из этого гребаного колеса. Нет, в этот раз все будет по-другому. Тем более рядом с тобой теперь она. И боже, как она тебе нравится. Эти ямочки в уголках рта, эти чертики в глазах, выпускаемые на волю при каждой улыбке. Это невесомое движение, которым она откидывает волосы со лба. То, как она смеется, как она смеется. Впрочем, она тебе кого-то напоминает, но к чему эти истории с грустным концом? К чему? К чему они? Тогда сейчас перед вами такое прекрасное начало. Вы идете по шуршащей, незнакомой тебе улице, но, кажется, вы тут уже были или нет? А, вот она, потрескавшаяся арка, ведущая в крошечный двор, где еще ветер и листы. Не обращая внимания, в этот раз все будет по-другому. Завелы меня с ветеранским паром про супергероев в церкви. Я сегодня с тобой, я не знаю, я не знаю, я не знаю, я не знаю, я не знаю. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok